друзья всем привет меня зовут denis кто еще не знал мне 29 лет и живу я в штате нью-йорк в городе нью-йорк сша сегодня я хочу с вами поделиться своими мыслями о том а стоит ли планировать переезд 2021 году в сша а и на основе этого видео вы поймете для себя что вообще происходит сейчас сша и сделайте выводы а стоит ли думать о сша в 2021 году или лучше как говорится пригодится там где родился если вам интересна эта тема продолжайте смотреть не забывайте подписываться на мой канал лайкать видео комментировать и делиться с друзьями и так поехали первое на что вам нужно обратить внимание в наше время к сожалению это не будет что-то супер пупер что вы еще не знаете это конечно же коронавирус или ситуация пока ведь 19 и даже несмотря на то что уже 2021 год сейчас сегодня кое 21 декабря 2020 года мы все еще не нашли решение как бороться с коронавирусом правильно и нам просто приходится выполнять вот эти вот все меры предосторожности для того чтобы как-то обезопасить себя и окружающих нас людей а какое-то фундаментальное или скажем так глобальное решение еще не придумано кроме вот этих вот быстрых вакцин которые сейчас начинают страны выпускать и вакцинировать людей но это опять же под большим вопросом стоит ли или нет итак первый аргумент коронавирус так как соединенные штаты это лидирующая страна по количеству людей заболевших коронавирусом а именно здесь заболели 17 миллионов 900 тысяч с копейками 7.17.9 миллионов человек заболели коронавирусом из которых 318 тысяч умерли представляете это 318 тысяч в моем родном городе откуда я из молдавии там проживает около 180 200 тысяч человек то есть это грубо говоря больше чем один практически самый большой город молдавии полностью выбор это конечно ужасные страшные цифры но это факты которыми я с вами делюсь сейчас и так соединенные штаты лидер по количеству заболевших и лидер по количеству умерших людей откуда от коронавируса поэтому это идет в копилку негативных факторов и в копилку тех аргументов которые против переезда сша второй аргумент на котором я сегодня заострю внимание это а политическая ситуация здесь сша как вы знаете в этом году прошли президентские выборы в сша на которых победил мистер байден джо байден с тремя стами шестью выборщиками я думаю что этот аргумент политической ситуации в стране а именно а страна при новом президенте при джо байдене можно вставить в копилочку за то чтобы построить планы на сша в 2021 потому что одно из предвыборных так сказать обещаний джо байдена было то чтобы восстановить иммиграционную политику и сделать иммиграцию в сша наиболее легкой и приятной с наименьшим количеством подводных камней потому что как вы знаете соединенные штаты америки это очень многонациональная страна и даже я позволю себе такое сказать эта страна иммигрантов поэтому иммиграционная политика это одна из основных политик одно из основных направлений этой страны и я думаю они будут благоприятно какие-то создавать условия для того чтобы люди из других стран профессионалы из других стран мозги из других стран перетекали в копилочку соединенных штатах для того чтобы капитализм как говорится процветал для того чтобы экономика развивалась для того чтобы умные люди двигали скажем так прогресс вперед иммиграция будет намного легче еще одним таким небольшим аргументом хотя это уже в наше время не очень небольшой аргумент и он идет в копилку негативных аргументов это то что благодаря протестам различного рода разгромом которые пронеслись по штатам как ураган здесь стало жить чуть-чуть небезопасно особенно в определенных местах в соединенных штатах жить очень даже небезопасно и вот это вот ухудшение криминальной скажем так активности это один из аргументов конечно же не в пользу переезда в соединенные штаты в 2021 году но я надеюсь это все скоро наладится и жизнь придет в свое русло по новым конечно правилам с новыми мерами предосторожности но мы как-то будем себя чувствовать стабильно и безопасно 21 в пользу не приезжать в штаты в 2021 году дальше следующий аргумент это конечно за то чтобы сюда приезжать все-таки по сравнению с другими странами соединенных штатах если вы конечно не лентяй намного легче найти работу и намного легче зарабатывать деньги чем в других странах даже в это нелегкое время опять же уточню если вы не лентяй если вы ищете если вы не завышаете планку то есть не ищете работу грубо говоря вайс президент вице-президента какой-то компании и так как сейчас очень многие компании страдают конечно же новых вице-президентов они скорее всего не так сильно охотно нанимают и деньги вам огромные за это тоже не будут давать поэтому если вы просто хотите иметь работу платить за какие-то коммунальные услуги за аренду жилья и копить чуть-чуть денег то америка все еще остается той страной где это можно сделать и так 22 пятым пунктом и конечно же его отнесу я к положительным аргументам в пользу того чтобы приехать сюда это путешествие если вы заядлый путешественник или же вы хотели начать путешествовать но коронавирус скажем так поменял ваши планы на это то америка то есть соединенные штаты америки это идеальная страна для путешествий наверное в по крайней мере в это нелегкое время потому что вы можете быть заблокированы в своей стране родной а здесь соединенных штатах вы заблокированы грубо говоря стране которая состоит из 50 разных стран то есть 50 разных штатов между которыми можно спокойно свободно передвигаться и вам за это никто ничего не скажет поэтому если вы путешественник то конечно да приезжайте сюда и вы откроете для себя красоты америки а в плане путешествий туризма друзья следующий аргумент я бы хотел назвать образование потому что образование сейчас она скажем так дается в облегченной форме так как все классы все образование перешло в основном в онлайн версию сейчас вы с легкостью можете поступить в какие-то супер престижные вузы и можете жить можно сказать в любом штате америки я не знаю как это происходит если вы живете за границей можете ли вы это сделать но живя в любом штате вы можете например учиться за несколько тысяч миль от того места где вы живете и все еще получать то престижное образование которое вы в обычное время могли получить только живя прямо рядом с этим учебным образованием поэтому это я отношу к позитивным вещам и к тем аргументам которые до переманивают вас сторону того чтобы думать о переезде в сша 2021 году пока не счет 4 в пользу до нужно переезжать и 2 в пользу нет не нужно переезжать посмотрим что будет дальше следующий аргумент это нестабильность друзья нестабильность сейчас не только здесь соединенных штатах америки нестабильность сейчас наблюдается практически во всем мире ты не знаешь что будет завтра ты не знаешь что происходит в плане вакцины в плане распространения коронавируса где-то в каких-то странах коронавирус эволюционирует становится более агрессивным вакцина вроде бы найдено но люди все-таки скептических не относятся а бизнес вроде восстанавливается вроде не восстанавливается ну короче вот это вот состояние подвешенное состояние нестабильности во всем мире и в сша в том числе наверное заставляет нас пока придержать коней пока не думать о переезде по крайней мере на время пока что-то не станет ясным что-то более ясным в плане вакцины что-то более ясным в плане того что страны начинают получать более точную информацию о том как работает вакцина стоит ли ее вообще принимать тогда мы поймем стоит ли думать о переезде из родной страны или же оставаться там где мы родились поэтому еще один минус в плане переезда в сша в 2021 году дальше следующий аргумент конечно же в пользу переезда я назову бизнес а знаете есть такая поговорка кому война а кому мать родна это из той серии что сейчас в плохое время когда многие бизнесы закрылись в плане того что у них просто нету посетителей нету бизнеса открывается в это же время очень много возможностей для новых идей для новых бизнесов открываются какие-то возможности по финансированию очень низкопроцентному вашего нового бизнеса открываются новые возможности по аренде помещений для вашего бизнеса по поиску рабочей силы для вашего бизнеса тем более что сейчас так как очень много людей сидят без работы будет намного проще найти правильный персонал для вашего нового бизнеса и для вашей новой идеи поэтому может быть я не финансист я полуэкономист и я вам скажу что сейчас возможно очень правильное время для открытия бизнеса если бы у меня сейчас была энная сумма денег в кармашке я бы обязательно открыл тот бизнес о котором я мечтаю уже очень долгое время поэтому это еще один плюс к тому чтобы приехать сюда и воплотить свою бизнес идею в жизнь итак друзья 5 аргументов за 3 аргумента против посмотрим что будет дальше борьба оказалась очень жестокой я даже не мог себе представить что такие результаты у меня получится еще я бы сказал что одним из основных аргументов которые заставляют многих людей переезжать сюда в соединенные штаты и это является наверное одним из тех аргументов которые заставят заставят вас запланировать сюда переезд 2021 году это социальная защищенность или то как государство думает о людях которые живут здесь во первых будучи вот в таком непростом положении в котором практически каждый человек оказался в течение пандемии а я практически ни одного раза не боялся за то что мы как-то останемся незащищенными нас а нас как-то государство забудет и скажет делайте ребят все что хотите делайте все что вам придет в голову а мы пока переждем бункере пандемию и потом вернемся к вам и посмотрим что с вами творится умерли вы или нет здесь практически с первого дня пандемии как бы до был ажиотаж на многие продукты был ажиотаж на многие медицинские принадлежности но постепенно все наладилось и постепенно жизнь здесь как-то стала без никакого страха плюс везде были организованы места где вы бесплатно можете себя проконтролировать протестировать на коронавирус а я знаю что во многих странах за эту процедуру нужно платить поэтому социальная защищенность или то как государство думает о своих жителях о резидентах о гражданах я думаю заставит вас подумать переезжать сюда или нет лишний раз друзья одним из каких-то больших преимуществ того чтобы сюда переехать является большой выбор работ связанных с удаленным типом работы то есть работа на удаленке количество компаний сейчас в нынешней америки в нынешних соединенных штатах америки которые базируют свою деятельность только на просторах интернета она настолько возросло что рынок труда в плане удаленной работы очень сильно увеличился и я то и дело получаю какие-то оповещения на email что открылась очередная вакансия по удаленной работе поэтому ребят если у вас есть какие-то знания в плане айтишном в плане да не знаю наверное в любых планах у вас есть какой-то навык вы с легкостью сможете его здесь применить работая удаленно из дому и это совсем не значит что ваша зарплата будет очень очень низкая поэтому это еще один плюс того чтобы задуматься переехать в соединенные штаты америки и так друзья что же у нас получилось у нас получилось 7 за и 3 против я думаю здесь победитель очевиден поэтому если вы планируете переезд соединенные штаты америки в 2021 году продолжайте это делать следите за новостями которые говорятся которые идут отсюда потому что я знаю что иммиграционная политика будет меняться в лучшую сторону в америке после того как мистер байден придет полноценно к власти к президентству и я искренне желаю вам удачи надеюсь мое видео сегодня помогло вам определиться со своим путем на будущее и дало вам какую-то полезную информацию если так подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки не забывайте делиться моими видео и я был рад поделиться с вами полезностью всего хорошего до встречи бай